здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала ну продолжаю готовиться к новому году сегодня я хочу вам показать как быстро сделать вкусные сухарики для наших салатов потому что много у нас будет салатов где у нас присутствуют сухарики но у меня было время значит я их порезала батончик оставался и его порезала и просто посушила не в духовке у кого нету времени и если нужно очень быстро это все сделать это можно сделать за полчаса нарезаем свежий батон ставим его в духовку немножко их обязательно нужно подсушить вот когда они уже подсохли достаем с духовки но у меня уже сушеныш как я сказала вот и и немножко вкусной соли и кетчуп но сначала нужно смочить их кетчупом это у меня домашний кетчуп и этот кемали тоже уже мне открытая баночка запах будет конечно очень вкусный значит сейчас я что их сложу в пиалочку и начну вот это вот смешивать их ну вот пересыпала я наши сухарики что немножко конечно без фанатизма кетчуп у меня это домашние со всякими специями тоже кто не смотрел можете посмотреть есть у меня на канале я делала летом и ткемали ну ткемали конечно эта вещь я делаю с желтых помидор но тут конечно букет даже больше чем вот и сейчас я ну не руками может быть хорошо хорошо перемешиваем вот когда мы их немножко как бы смочим поэтому соль будет хорошо к ним прилипать обращаю внимание не делайте это сырым не сухим хлебом значит можно и с черным хлебом сделать любые вкусы какие вашей душе по нраву можно просто солью немножко смочить просто водичкой и посыпать вкусной солью можно просто солью ну без разницы кто что любит специи тут вообще фантазии сейчас немножко вот видите они не расквашивается до меня как бы я попробовала у одних товарищей ну вот этого нюанса они мне не сказали что нужно именно на сухие вот я стала делать со свежим хлебом у меня получилось кисси мисси тем более какой сейчас у нас хлеб не айсовский магазин конечно как-то вот так вот взяла я сейчас пергамент вот и сейчас я попробую это все переместить на мою вот видите какая красота все в духовку буквально нам не уже разогрета сейчас я быстренько быстренько их подсушу но желательно конечно чтобы в один слой был но если в духовке но я думаю что ничего страшного у меня было немножко батончик а я его подсушила на следующий раз еще с каким-то вкусом сделаю и потом во все салаты я конечно и не можно но это с батоном как бы с борщом супа не айс вот можно чесночную водичку сделать чесночной водички и солью вот можно просто как бы сделать чтобы их хрюмкать покупаем жену я когда почему я начала это вообще делать потому что делала салату мне есть тоже на канале посмотрите очень хороший с крабовыми палочками и там сверху надо посыпать сухариками его не было у меня сухариков и я купила магазин боже мой испортила весь салат ну вот так вот и ставим мы теперь в духовку но время не говорю потому что у каждого свое но посматриваем чтобы они хорошо подсушились вот такие получились хорошие поджаренные сухарики тогда у меня бумага была не которую надо смазывать маслом и маслом я не смазала поэтому пришлось пару раз их вытащить и немножко от бумаги как бы отодрать ну вот чтобы они такие были хорошенькие ну можно просто на противне ну кому как удобно но мне так удобно чтобы лишний раз не мыть противень ну такие сухарики без спешки быстренько когда нужно можно приготовить спасибо за внимание заходите на мой канал подписывайтесь всегда с вами марина матвеева в